Факельное шествие 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 И там, откуда мой дед уходил воевать. Победа – это вообще наш главный праздник. И мы гордимся, и не перестанем никогда, я думаю, гордиться, и хотим передать это своим детям, передать это своим внукам. Для всех, наверное, в нашей стране это самый великий праздник, какой только может быть. Помним, любим, и не только за дедов, и за бабушек мы помним, которые воевали, отвоевали нам такую страну огромную, красивую, любимую, родную. Я считаю, что это очень важный праздник, ну хотя бы для того, чтобы наши дети помнили о том, что было много-много лет назад, чтобы не допускали больше войны никогда. Что вы сегодня чувствуете? Гордость за нашу страну, за победу. Я окунулась в прошлые времена, вот, это тяжело, то есть я, по сути, переживаю вот жизнь моих предков. Вы знаете, ну чувство великой гордости, во-первых, за Россию, во-вторых, за то, что наш дом, Крым, наконец-то вернулся к матушке России, и радость за то, что мы вместе. Все самые теплые чувства, как бы, они вот все здесь, сейчас, ну вот все люди, по всей вероятности, это тоже чувствуют, поэтому поем, радуемся. Это день победы! Ворохом пропал! А тем временем у подножья Митридата собираются участники факельного шествия, с которыми продолжает знакомиться моя коллега Мария Критская. В прошлом году керчане несли огромную копию знамени победы, в этом году 100-метровую георгиевскую ленту. Наверное, самые красивые и самые гордые в сегодняшнем шествии – это зорничники из девятой школы. Именно почетно это вот внести гирлянду, быть в белой форме, я считаю, что это очень почетно, это круто. Впервые в Керчи факельное шествие возглавит военный автомобиль «ГАЗ» 1943 года выпуска, а за рулем Алексей Конорев. Нашему клубу возложена честь впервые на автомобиле военного выпуска возглавлять колонну, которая проследует до Митридатской лестницы. И мы гордимся, что мы патриоты города. Городское руководство никогда не появлялось здесь внизу, в центральной части города, в начале факельного шествия. Но вот Сергей Николаевич вместе с Ларисой Викторовной сегодня будут в колонии идти. Сергей Николаевич, как так? Дойдете до самого верха? Если сил хватит, дойдем. Но ваше первое факельное шествие или вы не помните, в какой раз уже? Нет, ну почему первое? Вот сколько, наверное, существует факельное шествие, столько и принимал в нем участия. 42 года. Значит, 42 года и принимал. Будучи командиром отряда взорничников школы номер 9, вот шел в начале колонны в свое время. Правда? Да, правда. И маршировать умеете? И маршировать умеем. Ну надо же. Настало время зажигать факела. А почувствовать невероятную атмосферу факельного шествия нам поможет моя коллега Алена Свистельникова. КОНЕЦ Каждый житель нашего города зажег свой маленький факел, чтобы внести огонь победы на героическую гору, к величественному обелиску славы. Всю дыреют георгиевские ленты, керчане ликуют, поют героические песни и поздравляют друг друга с праздником. Школьники, студенты, педагоги, работники предприятий, пенсионеры. Каждый из них сегодня стал частью единого целого. Ведь победа одна на всех. Спасибо деду за победу! Спасибо деду за победу! Огненная река развелась по центральным улицам Керчи и уже заполонила первые пролеты Митридатской лестницы. А в это время наверху звучат канонады. С минуты на минуту там начнется праздничное представление. Чем порадуют зрители в этом году, знает моя коллега Вероника Катькова. Театрализованное представление на горе Митридат – это что-то особенное. Здесь каждый из присутствующих может на себе прочувствовать, что чувствовали тогда солдаты и мирные граждане, когда наступила война. Оригинальная запись Левитана прозвучала в Керчи второй раз. Тогда, в 1941 году, сообщение по радио об объявлении войны привело в ужас всех. Внимание! Говорит Москва! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. В этом году мы показываем каждый сюжет независимо друг от друга. Сюжетная линия сплетается только между верой, надеждой и любовью, которая не покидала Керченскую землю, надежда, которая не покидала Аджимушкай, вера, которая не оставила Керчи, любовь, которую до сих пор люди хранят в своих сердцах. 70 лет прошло, а мы все равно бережно храним память о погибших родственниках. И вот на этих трех основных слонах будет держаться наш сюжет. Если ты фашисту с ружьем, не желаешь навек отдать дом, где жил ты, жену и мать, все, что родиной мы зовем, знай, никто ее не спасет, если ты ее не спасешь. Знай, никто его не убьет, если ты его не убьешь. Так убей фашиста, чтоб он, а не ты, на земле лежал. Не в твоем дому, чтобы стон, а в его помертвым стоял. Так убей же хоть одного, так убей же его скорей. Сколько раз увидишь его, столько раз и убей. Представление на горе Митридат в этом году одной лентой сплело судьбы керчан подземного гарнизона Джимушкай, погибших в Багеровском рве, оставшихся навсегда в окопах израненной Керчи. Бой. И снова в бой идут солдаты, своими телами закрыв родную землю. Но вера, надежда и любовь живут в сердцах у каждого, не прокидая героев до последнего вздоха. Когда у вечного огня советский солдат поднял красное знамя победы, горожане радовались, будто снова наш город был освобожден. Раскаты салюта озарили мирное небо. Победа снова за нами.